И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик будет посвящен, конечно же, нашим любимейшим игровым видеороликам. И сегодня я сыграю на том самом любимом моем вооружении. Когда-то я на нем проводил уйма большое количество времени, сейчас я на нем практически никогда не играю. Это, конечно же, Хоря Жига. Посмотрим, на что она способна сейчас в матчмейкинге, что у нас поменялось вообще с ней. Есть ли какие-то изменения в худшую сторону или это все та же самая добрая, замечательная имба, которая разваливает кабины и уносит просто все, что движется. Поэтому берем защитника, берем Хоря Жигу, Хорек, я думаю, что даже с утяжелением. И идем, как всегда, в дефолтный, замечательный матчмейкинг по режимам. Я думаю, что сегодня сыграем контроль точек и сыграем каточку в регби, потому что именно в регби. Ну, можно, конечно, было бы захват флага, но мне хотелось бы в регби. Данное замечательное вооружение довольно-таки неплохо нагибает. Ну, а если вам заходят игровые видосы и вы хотите, чтобы они выходили чаще, то набираем на этом видеоролике 150 лайков и следующий видос игрового формата не заставит себя долго ждать. Что касаемо первой карты, то это Архипелаг. Это карта, которая, ну, если честно, меня не сильно радует и не сильно устраивает. Ну, ладно, давайте не будем сильно огорчаться, сыграем на ней, посмотрим. Все-таки я на видосах не особый любитель перепикивать бои. Надеемся, что здесь будет интересная потная катка. Ну, и, понятное дело, играем на первое место, играем на победочку. Не знаю, получится ли у меня здесь как-то победу эту реализовать, потому что я все-таки на одном острове нахожусь, а точке 3. Но хотя бы свой остров буду пытаться контролировать и за счет этого выигрывать данную замечательную катку. Мне было бы, конечно, неплохо, если бы меня респило бы на тех островах, где хотя бы есть противник и где бы я мог бы хотя бы кого-то респовать. Потому что если я буду стоять просто тупо на одном острове и у меня не будет никакого противника, то это будет максимально печальная ситуация, которая меня, конечно же, не будет устраивать и я буду очень сильно зол и огорчен. Поэтому будем надеяться на то, что меня хотя бы будет респить, где будет противник, и будем пытаться их выносить. Но меня респить пока что все на том же самом острове, но противник тут уже, кстати, есть. Это неплохо, это хорошо. Правда, сейчас мне вот главное не оттой хори и зипки на респе не уйти. Это будет вообще все замечательно. Потому что если хори и зида будет меня сейчас жестко хавать, то ничего хорошего из этого не выйдет. Так, живем, 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 живем. Ну, задуем этого типа. Ну, теперь можно уже спокойненько точку захватить. 7 киллов я дал. Плюс еще прикрытие есть в виде тиммейта, который сейчас в роли стеночки такой сыграл. И я выжил, это хорошо. Моментами непонятно, когда респятся игроки, наши эти тиммейты или противники, пока никнейм там не появится. Это, конечно, тоже минус для матчмейкинга. Так, но меня респят на другом острове. Этот остров под контролем противника. Это очень хорошо. Значит, что мы можем сейчас попробовать здесь пореспить противноса. И попытаться забрать точку. Ну, и опять меня респят уже. И моих тиммейтов сюда же всех нареспило. Знаешь, у противников респил он на точке. Тогда у меня будет хоть задача и возможность покилять противника. А если меня вот так вот будет респить, и тут потом никого не будет подкидывать, это, конечно, печаль беда. Ну и, конечно, когда ты смотришь на противника и не понимаешь, свой это тиммейт или противник. Тоже непонятная вещь для меня. Как она так работает? Глупо. Так, ну ладно, давайте попробовать. Попробуем хотя бы вот этого отреспить. Найс, добил. Плюс фраг. Дениса тоже унесем. Так, это тиммейт или противник? Ясный тиммейт. Это противник. Хорошо. Давайте уносим. Уносим, уносим, уносим. Мамонта на точке. Плюс еще. О, резидка. Мамонта овера нету. Хорошо. Забираем. Первое место есть. Пакелан тоже неплохо идем. Стабильно для хори-жиги. Стабильно нагибаем. Было бы неплохо, если бы я вот туда вот респанул. Вот тот остров, конечно, замечательный. Может меня сольют? О, найс. Давай, давай, туда, пожалуйста. Блин, мне кидает на все тот же остров. Это плохо. Это очень плохо. Надо, чтобы меня зареспили. Респани, респани, дружанин. Слевай меня, плиз. Хочу к тебе на остров, друг мой хороший. Опачки. А вот и я. А вот и я лечу сюда. И буду выносить сейчас дурачков. Легкая будет сейчас каточка. Так, первый пошел. Второй пошел. Сюда, сюда. Третьего. Сюда. Так, четвертого. Сюда. Найс. Все. Больше никого нету. Обидно. Это хоть противник? Найс, противник. Так, давайте его тоже респанем. Так, что тут, что тут, что тут есть еще кто-нибудь? Кто-нибудь еще есть? Это тиммейт или противник? Тиммейт, ясно понял. Так, вон там противничек есть один. Один кадр есть. Так, унесем его. Ну и все, опять. Опять точка под моим контролем. Только уже другая точка. Ну, что за ерунда? И у всех противников теперь опять нареспил в другой точке. Теперь они там и теперь они там. А я теперь стою опять тут. Жду противников. И в итоге могу проиграть бой. Потому что у меня на острове нет никого. Но точку-то контролирую я только одну. Две-то я не могу контролировать. Ладно, давайте встанем. Может меня опять зарезают? Респони меня. Давай, смака. Ну? Ну, блин. Ну, смака. Респони, плиз. Респони, хочу к тебе на остров, братик. Братик, хочу к тебе на остров. Давай. Ну? Хорошо. Хоть на другой. Хоть какой-то, но другой. Так. Это, кстати, меня на карту остров респануло. Да? Да, это чистый остров. На остров респануло. Так. Куда ты так много урона наносишь, молодой? Не надо так много урона. Брат, меня бы... Лучше было бы так, чтобы меня... Ну, типа, тиммейтов моих бы не респило сюда. Стоял бы я бы один и только противников сюда респил. Была бы нормальная тема. Заруба была бы жесткая. Мне бы приходилось реально вспотеть, чтобы слить всех. Так, когда меня респит. И сюда же потом респит моих тиммейтов. Ну, такое себе, конечно. Не очень интересно. Полторы минутки до конца. У меня 24 килла. Для архипелага это очень большое количество, если честно. Если бы я, может быть, еще бы и респовался постоянно на тех точках, где противника... Много противника и мало моих тиммейтов. Было бы, наверное, еще лучше. Но имеем то, что имеем. Ладно. Не будем сильно расстраиваться по этому поводу. Ну, и опять моих тиммейтов под них накидало. И сейчас опять все плохо, да? Давайте я садюсь лучше на нем. Попытаюсь. Понадеяться на то, что... Нет. Не респануло. Не респануло меня на другом острове. К сожалению. Будем сидеть на этом острове. И скучать. И проигрывать бой. Ко всему прочему. Потому что точки-то у нас... Не захвачены. Ладно. Надо сделать что-то. Надо как-то просить, чтобы меня слили. О, давай. Слий, 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 слий. Плиз. 30 сек. Последний шанс выиграть катку. 16-16. Ну, слейте меня, плиз. Кто-нибудь. Ладно. Тоже противник есть. Сейчас еще точку заберут они. Их еще и поправал. Лучше. Давайте хоть это проконтролим. А, наши тиммейты забрали ту. Хорошо. Хорошо. Контроль. 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 Друзья, контроль. 15 сек контроля. И все, мы выиграли катку. Это был противник, да? Так, 15 секунд контроля. Мы выиграли катку. Так, пора изи. Пора изи. Пора изи. Куда вы? Куда вы? Куда вы точку забираете? Изи. 5-5-5. 5-5-5. 5-5-5. Сегодня еще повышенные 4000 очков. Ой, опыта. За один бой. Неплохо. 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 Давайте постараемся сыграть тогда. Еще лучше, чем эту. Сыграть еще одну катку. Только уже в режиме регби. 4000 опыта за бой. Это, конечно, не рекордное количество. Но довольно неплохие цифры. Довольно неплохие цифры. Так, регби. Регби это хорошо, конечно. Но не Брест. Но не Брест. Брест это печально. Если честно. Для хоряжиги на Бресте. Будет очень сложно. Но постараемся, постараемся. Киллов здесь много не наделаешь. Но раз это уж игровой видеоролик. И я не буду тут ничего перепикивать. Будем стараться тут что-то делать. Но это явно не лучший вариант. Могло пикнуть куда интересней. Куда замечательней. На какую-нибудь такую каточку. По типу платошечки. Какой-нибудь там редалерта. И там вот можно было бы неплохо так развалить. На Бресте развалить будет намного тяжелее. Ну, постараемся, постараемся. Сейчас посмотрим. Может что-нибудь получится. Куда ты везешь? Ой, Боже ты мой. Не, ну если такие легенды играют. То, конечно, тяжело будет мне еще и выиграть с такими легендами эту катку. Не то, чтобы даже очков мне набрать. Ну и куда он поехал? Зачем он прыгал вниз? Вот скажите мне, пожалуйста. Зачем он вообще прыгал вниз? Он мог спокойно поехать и доставить. Если бы его не было, я бы сам бы поставил. Блин, это ужас. Это просто ужас. Это ужас. Еще и хоппер лагающий какой-то. Везет. Лагает. Что происходит с этой игрой? Да, да. Не подфартило, не подфартило, не подфартило мне с картой. Обидно. Если бы была другая какая-то бомбическая. Бомбическая. Ну ладно, давайте, давайте, давайте. Все. Хватит. Отставить. Отставить. Отмазки. Надо просто запотеть. Хотя бы выиграть бой. Хотя бы выиграть. Ой, о-моё. Больновато. Когда рельса такая влетает. Больновато. Когда ты еще и умер прожимаешь в этот тайминг. Не совсем приятненько. Так. Надо аккуратно спрыгнуть, чтобы в минус не упасть. Что вы знаете, как я люблю прыгать. Потом Джи-Джи сразу. Сразу в минусе отдыхаю и все. И до свидания. И всего доброго, так сказать. Происходит сразу и всего доброго. Знаешь, знаешь, знаешь. Урона неплохо залетает. Но я очень плохо сейчас пока. Пока все очень плохо. Пока все максимально плохо. И по очкам все плохо. И по игре в целом плохо. Не получается вообще ничего сделать. Сейчас еще хоппер перепрыгнет. И застопит. Мой ужас. Дай бог они еще сейчас поставят. Свой это вообще провал. Ну, давай. Нагибайте. Нагибай. Нагибай. Ты что, дядя? Чуть не дал доставить. Ужас. Я уже испугался. Думал все, блин. Джи-Джи. Думал поиграл. Ай, не-не-не-не-не-не-не-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Фух. Такие стремные моменты. Это ужас. Давай, панзер. Полетел, панзер. Давай, панзерочек. Надо панзерочек. Поцерковать. И доставить. Я почему не втыкался в каждую вторую стенку? Был вообще бомбически. Так, дедушка, правда, сейчас на кулдаун идет. Дедушка на кулдаун. Блин, надо что-то как-то как-то пробовать, как-то пробовать, как-то пробовать. Аптечки нету! Блин, была бы аптека. Я бы доставил. Отвечаю. Сто процентов доставил бы. Была бы у меня аптека, я бы доставил. Я бы доставил. Была бы у меня аптечка. Еще и оверх впустую пропукал. Да, что-то какое-то невезение у меня в этом бою. Похоже, придется сыграть еще одну катку. Чтобы вы не посчитали меня за игрока, который сказал, что хоря-жига нагибает. А сам на ней ничего не смог сделать. Надо нормальную карту в рейде. Там уже показать весь максимум данного сочетания. Да, ну там жестко типа оверы, конечно, проживают. Я даже так и не смогу ничего сделать пока что. Мне надо просто прожать один овер в тот момент, когда у меня будет фулл хп, мяч на руках. И тогда будет все четко. Можно будет доставить, выиграть катку. Ну и, соответственно, уже первое местечко поднять. Легенькое. Давай, кульчик. Давай, кульчик. Давай, кульчик, мы тебя на мясо отправим сейчас. Дальше уже сами ворвемся. Да, кульчик? Полетели. Это легкое. Вот такие тайминги находить и все. То есть, самая простая доставка, это когда у тебя нормальный тайминг. Ты просто влетаешь, сливаешь, нагибаешь и все четко. Все четко сразу. Аптечка есть на руках, овердрайв есть на руках. Когда такая ситуация происходит, тогда легко все дается. Первое место сразу забирается. И мечи доставляются. А вот когда тебя респят по КД, или там урон какой-то шальной прилетает в самый неподходящий момент, то тогда и таких моментов каких-то нормальных не может никак произойти. И тебя вот там что, хоппер какой-нибудь застопит, еще кто-то. Так, куда, 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 куда поехал, куда поехал, куда поехал, куда поехал. Стопуй, стопуй, давай, снеговичочек. Один раз ты мне уже зафейлил мяч. Все второй раз зафейлил мяч. Я буду очень сильно зол на тебя, снеговичочек. Ну ладно, тут уже очень много противников. Много противников, к сожалению. К сожалению, 40 секунд до конца. 40 секунд до конца. Куда было не трус, респожать. О, нормально. Расходка была бы, так, все равно нормально. Давай, 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 давай. Куда, 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 хотите пролезть? Молодой человек. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ноль хп, ноль. Ну просто ноль. Просто ноль нулевый остался. Я не добил. 20 сек. Мне бы прожать еще где-нибудь овер, было бы неплохо. От секунд до конца. Овердрайв никуда не смогу я прожать. Потому что противников рядом нет. А если нет противника, то все плохо. Ладно, давайте хоть один килл дам. Один килл дополнительный. Но это плохая карта. Объективно, была бы маленькая карта. Давайте попробуем пикнуть. Если маленькую карту какую-нибудь пикнет, то сыграем еще одну. Если нет, то в принципе я и так могу вам сказать, что жига имба. Просто для нее нужна небольшая, средняя, либо маленькая какая-то карта по типу песочка, сандальчика. И на этом вооружении тогда вы спокойнейшим образом можете дико жестко разваливать кабины. Вообще без особых проблем. Поэтому, жига что была имбой, что и остается имбой. А на ней так особо никто и практически не играет. Но пушка реально крутая в сочетании с харьком, с защитником. Мне очень сильно реально она симпатизирует и нравится, как ее можно реализовывать. Вот даже на таком молотове, сейчас я вам попытаюсь это доказать. Главное мне сейчас забрать. Наверное надо заигнорить, как было этого типа. Но он меня схавал. Очень много пулеметов в последнее время появляется. И мне, честно говоря, это не радует. Потому что пуликов стало больше. Спасибо. Очень много играют именно вот с этими поджогами. Поджоги, короче говоря, смотрятся очень неплохо. Ну, по крайней мере, они неплохо действуют на нервы. Если уж и не так сильно нагибают, то на нервы действуют неплохо. Их желательно сразу жестко быстро респить, чтобы у вас не было потом желания одеть иммунитет от поджога, но тогда потерять качество тяжелого хорька. Тяжелый хорек. Я считаю, что это нормальная тема, но 0-1 это печальная тема. Что у меня с командой? Как-то мы уже 0-1 летим. Чуть-чуть я проспал и все, и не печально. Так, противник там поехал в другую зону. У меня есть шанс отличный сейчас на подборе сыграть. Не-не-не, тише-тише-тише. Куда ты так накидываешь? Стопой, 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 молодой. Стопой. Стопой, молодой. Надо ехать ставить. У Хори Рик сейчас овер проживет, наверное, да? Ай, сука. Да! Хори Рик овер прожал. И я сразу улетел. Даже не успел его размансить. Тяжеловато. Тяжеловато, когда рикошет играет с плазмафакингом. Так, еще и... Там еще один, да, походу? Да, походу там еще одна доставка. Я не знаю, что делать наш тиммейт, куда он смотрит, но это 0-2. Может, мне хору дают? Что-нибудь дают фору противнику? Ну, это, конечно, очень печально, что вот так вот пока что все складывается. Но карта отлично подходит для моего вооружения. Здесь Хори Рик им будет прям по жести. Прям по жести им будет. Еще бы я мечи ставил бы, овердрайвов было бы в два раза больше. Возможности на реализацию оверов было бы тоже больше. И тогда было бы немножко попроще. Надо ставить. 4 минуты до конца. Все шансы есть. На доставку вот этого меча. А дальше после этого меча еще пару мечей поставить. И спокойная, легкая, выигранная карта. Уже не заставит себя долго ждать. Так, отличный овердрайв. Есть тайминг. На поражатие его. 2, 3, 4, 5. Блин, ну что там еще со спасателями играют? Зачем вам эти спасатели? Для чего вы? Все равно уходите на респе. Только аптечки сверху пустую тратите. Так, ну и вот этого Хоречка давайте еще успею отреспить, наверное. Пока он меня не сольет. Так, и твин с овер прожал. Неплохо. С овера я там киллов, наверное, 5-7 дал. Это является очень неплохим количеством уничтоженных танков. Так, чуть я и не ошибся. Так, едем. 1-2. Камбэк пошел. Это хорошо. Это хорошо, что камбэк пошел. А вот то, что мяч улетел вниз, это плохо. Не успел я до него дотянуться, к сожалению. Так, ну может быть это и к лучшему. Сейчас посмотрим, где будет мячик. Сейчас посмотрим, где будет мячик. Так, возможно точка будет даже очень нам... Для нас хорошая, для нас хорошая будет точка. Сейчас я еще попробую... А, нет, не успею. Думал, что мяч еще высоко. Думал, сейчас объеду по красоте. Это бомба чья? Наша? Это наша бомба. Я уже думал, это бомба противника. Так, давай, поехали. Поехали, надо ставить. Овер-овер-овер, жми-жми-жми-жми-жми. Ну, хорош, пошел-пошел-пошел-пошел-пошел-пошел-пошел-пошел-пошел. пошел-пошел-пошел-пошел есть легкая легкая есть так 22 это уже неплохо 22 уже неплохо так еще один мячик слева 50 процентов овера есть так ну надо надо тянуть надо тянуть надо тянуть можно можно выигрывать заканчивать здесь легкую карточку и противника в левой зоне особо нету поряжи только должна быть наверно сувер да они бустерок да бустерочек бустерочек нет уху плазмопаке у меня не успел чпокнуть а теперь реализуем еще и овердрайв на вражеской базе то что и надо делать на хоре жиги слил всех доставил мяч будь добр реализуй еще и овердрайв на вражеской базе попробуй дать как можно больше киллов если бы сейчас бы я бы еще бы зацепился у меня бы аптечка была бы то можно было бы там еще бы плюс какую пятерочку киллов дать дал бы плюс пятерочку было вообще великолепно так где мяч мяч слева хорошо мяч слева это очень хорошо и наш тиммейт и его ставят хорошо хорошо что наши тиммейты начали хоть тащить с 02 до 42 это очень неплохой камбэчик камбэчик неплохой так мяч 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 где мяч где мяч и не вижу мяча не вижу мяча не вижу мяча есть мяч вижу минутка до конца так если я доставлю вот этот будет вообще бандически но мне надо как-то попытаться развести тут противник может их очень много в этой зоне как-то забавить этих на другую зону чтоб они отвлеклись а я попробовал здесь вот ворваться великолепно просто великолепно супер 4000 еще опыта вот это я понимаю карточка вот это хорошо залетела 635 вот именно таких картах в этом режиме на хоре жиги можно реально жестко разваливать вот такой вот видеоролик носим друзья получился я считаю что хоре жига сейчас но это лучшее наверное имба которая может быть это одна из самых простых и самых эффективных вооружений на средних и маленьких картах матчмейкинга поэтому если вы еще вдруг не катайте на ней кто очень зря я конечно рад тому что нет у нас матчмейкинги одних хоре жиг но поверьте мне сыграете на ней снимать особо не захочется такой вот видеоролик получился спасибо друзья за просмотр обязательно прожимать лайк обязательно подписывайтесь на канал участвуйте в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов ссылочку в описании прикреплюсь и кто еще не знает участвуйте с вами был мистер ванька всем друзья спасибо за просмотр всем удачи и всем пока